Добрый день. Итак, недавно прошли публичные слушания в общественной палате. Расскажите, кто принимал в них участие? Я хочу сказать, что этот закон вызвал очень большой резонанс обсуждений. И на сегодняшний день члены общественной палаты, представители всевозможных предприятий приняли участие. Ну и, конечно, ритейлеры. Союзы производителей. Союзы производителей тоже были, принимали участие. И, кстати, у нас есть отзывы их. Они как раз положительные, они поддерживают этот законопроект. Я предлагаю сейчас напомнить нашим зрителям, что же такое возврат непроданной продукции производителей. Ну, я хочу сказать, что в целом сам закон о торговле был принят в 2009 году. Он был очень острый. Он тоже более года обсуждался. И в конце концов он был принят. И по многим вопросам он не устраивал производителей прежде всего. Он устраивал торговые сети. И затем последние были приняты поправки в июле 2017 года. И вот эти поправки в июле 2017 года они как раз поддержали именно производителей. Это были дни по расчетам. 8 дней. Потому что раньше не оговаривалось с законом, за сколько дней могут рассчитываться торговые сети. И самый главный – это наценка 5%. Если раньше она доходила до 25% и не было видно в торговле, а кто же сделал эту наценку. Потому что все было за счет производителя. Сегодня это конкретно 5% и дальше делает наценку торговля. И если торговля делает наценку, ее всегда видно в любом товаре. То ли это малый товар, социальный товар, то ли это какой-то товар более дорогостоящий. Но сразу можно посчитать, какая наценка. И вот сегодня встал вопрос о том, что многие сети возвращают назад товар. То есть не надо считать, сколько его можно принять. Его положили на полку, самое главное, чтобы был на полке. А производитель стремится к тому, чтобы товар был на полке, чтобы покупатель выбирал. И затем его назад просто-напросто возвращают. И получается хорошая продукция, которая была получена сетью. Иногда даже не выставляется на торговые полки. Лежит просто-напросто в складе и потом назад возвращается производителю. Вы представляете, как это больно производителю получить назад хорошую, сделанную продукцию. И потом испорченную. Просто испорченную по срокам реализации. Я понимаю, что вы говорите все на примерах, которые вы очень долго изучали. Потому что вы курируете вопросы аграриев. И наверняка вы... Но я считаюсь автором законопроекта вместе с яровой. Да, и наверняка вы знаете, что же происходит. И какие взаимоотношения между производителями и торговыми сетями, так называемыми ритейлерами. Ну, прежде чем вышел этот законопроект, мы, допустим, по Краснодарскому краю собирали руководителей предприятий. Руководителей, которые возглавляют эти предприятия. И ставили этот вопрос, насколько и что стоит или не стоит такой закон пускать в жизнь. И что его поддержали практически все. Ну, вот как писали в российской газете, торговые сети в отдельных случаях возвращали хлебопекарным предприятиям около 50% продукции. Мясопроизводителям 30%. При этом потери пекарей, кондитеров. Вот, для меня вообще это колоссально. 80 миллиардов рублей в год по всей стране. Вот какие-то цифры или какое-то соотношение примерно, что у нас происходит в крае? Ну, я хочу сказать, что есть вообще-то в целом санитарные правила. Которые говорят переработчику, что он не имеет права принимать эту продукцию назад. Вообще на территорию эта продукция приходить не должна. Потому что мы не знаем, где он лежал, в каких хранился сроках или условиях. Ну и самое главное, наверное, это то, что назад может прийти зараженная продукция и заразить полностью все предприятие. Поэтому не допускается. И получается, что санитарные правила для переработки существуют, а для торговли они не существуют. Именно этим законом и хотели это все объединить и сделать, чтобы это в общем было. Но я знаю, что мнения участников все-таки на публичных слушаниях разделились. И я так понимаю, что одни говорят за, другие против. Аргументы против. Я считаю, что это торговая сеть все-таки. Но это лоббирование торговых сетей. Это однозначно. Дело в том, что в целом и в общественной палате при обсуждении они в целом законопроект поддерживают. Но считают, что он недоработан. И он направлен именно на доработку. Я считаю, что в Краснодарском крае практически, если эти цифры привести, они точно так же одинаковые. Первое. Страдали и страдают прежде всего хлебники по возврату. Кондитеры. Страдают молочники. Страдают и мясники. Поэтому очень многие из-за вот этих возвратов, конечно, не могут рассчитывать, какое количество продукции нужно выпускать. Ну, смотрите, по словам главы комитета торговой и промышленной палаты России, проблема возвратов такой глобальной не является. Вот так ли это мне интересно. Они опираются на проведенный опрос с участием предпринимателей шести регионов. Сразу отмечу, что Краснодарский край в этот опрос не входил. И выяснили, что проблемы есть только, как вы говорите, у хлебопеков и кондитеров. Но у мясников так отчасти. Вот чем они руководствуются, проведя вот такие исследования? Или, может быть, действительно этот законопроект наш Кубань касается? Потому что мы здесь огромный регион, и у нас здесь очень много производителей. Нет, дело в том, что мы встречались в Государственной Думе и со многими другими регионами. И практически он везде получил поддержку. Это однозначно на сегодняшний день просто-напросто лоббирование сетей. Хотя я вам хочу сказать, возьмите предприятие «Пятерочка», сеть «Тандер». Они давным-давно не занимаются возвратами. И у них даже, несмотря на то, что не было такого закона, они даже никогда не ставили эти вопросы о возврате продукции. То есть, несмотря на закон о торговле, который был еще 10 лет назад практически принят, то есть есть нормальные цивилизованные взаимоотношения между производителями и продавцами? Конечно. А вот, как вы считаете, вот доработка. В чем сегодня нуждается этот закон? В какой доработке? Где точно? Вы знаете, очень много идет штрафных санкций. И вот прежде всего, когда мы встречались с руководителями, они сразу поставили вопрос о штрафных санкциях, которые год пройдет, два пройдет, и потом вдруг приходят эти штрафные санкции. И надо разбираться три года назад, что и за что они выставили эти штрафные санкции. Второй вопрос – это транспортные услуги. Своим транспортом многие доставляют свою продукцию. Стоят по 4-5, а то и 8 часов на разгрузке. А в летний период на Кубани до 60 градусов температура, да, плюс. И нагревается машина, подходит она разгружаться, а внутри температура уже не соответствующая санитарным нормам. Эту продукцию всю назад возвращают. Поэтому вот этот вопрос, он не оговорен никак договорными условиями. И самое главное, что сети не хотят дополнительные проблемы в договорах. Поэтому вот эти вопросы многие оставили и говорили. Давайте говорить о том, чтобы в договорах все-таки эти вопросы тоже имели какой-то... Ну да, если мы сегодня делаем упор на отечественного производителя, если у нас импортозамещение, то почему бы не быть на стороне нашего производителя, нашего фермера. Вот расскажите, понятно, что сейчас у торговых сетей своя правда, да, у наших производителей своя правда, да. А у нас, как у потребителей, тоже своя. Это наши интересы, да, то есть это наш карман, собственно. Да, мы должны идти в интересах именно потребителя. Прежде всего, смотрите, что получается. Когда идет возврат продукции, ведь за нее никто ничего не платит. Значит, это ложится на... Ну, издержки у производителя. Да, на издержки у производителя. Куда он их денет? Куда он их денет? Значит, она ложится на другую продукцию. Стоимость все равно никуда не денешь. То есть получается, что себестоимость, да, за счет этого? Конечно, конечно. А у торговли есть определенная наценка. И они имеют возможность на окончании срока, допустим, день остался, или там полдня осталось, или 2-3 часа осталось до окончания срока, они могут сбросить цену на 50% и продать. Ведь сегодня, особенно по хлебу, очень многие так магазины работают. И люди идут, особенно малоимущие, они идут, они знают, в какое время идет там скидка. И приходят и выкупают весь этот товар. Почему бы так нам не работать и со всеми сетями? А скажите, если объективно, то этот закон, законопроект, кого не касается? Каких производителей? Ну, касается кондитеров, касается хлебников, касается мясников, мясопереработки и молокопереработки касается. Да и производители соков тоже жалуются на это. Тоже жалуются, да? Тоже жалуются. Скоропорт, весь Скоропорт практически идет. Тогда, может быть, узконаправленно этот закон доработать и как-то сделать так, чтобы... Ну, я считаю, что этот законопроект надо дорабатывать и все равно пускать в жизнь. Скажите, вот как вы думаете, что необходимо подкорректировать, чтобы этот закон был принят и наши производители не страдали? Ну, прежде всего, вот если сегодня общественная палата поставила вопрос о том, что он очень короткий, очень маленький закон и предусматривает только именно вот одно действие, только возврат, они говорят о том, что его нужно расширить. Ну, надо заниматься тогда этим законопроектом и расширять. То есть этот законопроект, как я поняла, он идет в дополнение к закону о торговле, принятый еще практически несколько... Да, я бы хотела попросить и наших покупателей подключиться к этому обсуждению и дать свои предложения. Чем больше будет... Как потребители проголосовать за этот закон? Ну, я думаю, может у вас даже где-то в Кубань-24 это организовать и дать нам потом результаты голосования. Кто за, кто против. Хорошо, будет очень интересно. Итак, что ждет закон, по вашему мнению, и когда он может быть принят? Я думаю, что первое чтение этот законопроект уже прошел. Сейчас он находится на обсуждении. Это должно быть в пределах где-то месяца-двух. И дальше будет второе чтение, но уже с какими-то определенными поправками. Сейчас в Госдуме ждут эти поправки. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Я напомню, сегодня мы говорили о том, как восприняли новый закон о непроданном товаре ритейлеры и производители. Гость нашей студии депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам, герой труда Кубани Наталья Боева. Вот таким было сегодня мнение. С вами была Юлия Анна Шнайдер. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok